Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин и мы с вами на портале exeget.ru. И сейчас мы с вами поговорим о неканоническом дополнении в книгу Эсфирь. Как вы знаете, в православных изданиях Библии есть дополнительные книги, которые называются неканонические. Это те книги, которые сверх иудейского канона. Их в наших Библиях 11. Но есть еще одна особенность. В некоторых канонических книгах есть неканонические вставки или дополнения. Это книга про Липоменон, это книга пророка Даниила, это книга Иова, это Псалтирь. И также есть неканонические дополнения в книге Эсфирь. Одна из особенностей этой книги является та, что в ней ни разу не встречается слово Бог. При этом самое интересное, что слово царь, причем языческий царь, упоминается 190 раз. С одной стороны, можно подумать, что это такая светская история, но с другой стороны, в этой книге есть религиозный элемент. Потому что, например, евреи постятся во время опасности, они празднуют освобождение и повторяют это празднование каждый год. Вот из-за того, что эта книга не содержит слово Бог, некоторые иудейские и христианские авторы сомневались в ее каноничности. И вот, чтобы преодолеть эту проблему, проблему отсутствия слова Бог или Господь, автор, который жил в межзаветную эпоху, написал, составил вот эти дополнения, которые вошли в эту книгу. Давайте сначала мы разберемся, что написано в этих дополнениях, а потом уже поговорим, когда они были написаны, кем они были написаны, ну и как они до нас дошли. Итак, содержание этих дополнений. Начиная с блаженного Иеронима Стридонского, который переводил священное писание сирийского языка на латинский, сложилась следующая традиция. Вот эти дополнения обозначать буквами от А до Ф, ну естественно латинскими. И при этом есть две традиции расположения этих дополнений. Первая традиция, которая сохранилась в древнегреческом переводе, которая называется Септуагинта, эти дополнения находятся в самом тексте. А блаженный Иероним Стридонский сделал следующее. Он перевел сначала канонический текст, а потом дополнительные главы сделал, в которых разместил вот эти дополнения. Поэтому, скажем так, в православных изданиях этой книги, значит, там 10 глав, а в католических изданиях 16. Ну вот такая вот особенность. Но мы будем с вами рассматривать эти дополнения, как они есть от А до Ф. Итак, первое дополнение, дополнение А, оно находится в самом начале книги, перед первой главой. И рассказывает о том, что был человек, которого звали Мардахей, и он был один из пленников, который увел Новохудоносор. И это все происходит при царствовании персидского царя Артаксеркса. Если это так, то получается следующее. Мардахея увели в плен в 597 году. Если говорится о царствовании, там перечисляется какое-то время, то это между 465 годом и 424 годом до Рождества Христова, естественно, и получается, что Мардахею в это время где-то около 130 лет, даже больше. Итак, видение. Он видит сон, где звучит там шум, шум гам, землетрясение. Появляются два великих змея. Там в греческом тексте стоит своего дракона. Появляются два великих змея, которые собираются драться. Затем появляется божий народ, который скорбит. Затем появляется маленький источник. Из него выходит большая река. И эта река течет. И, в общем, все заканчивается тем, что божий народ побеждает тщеславных. Этот сон потом будет объясняться в последнем дополнении. И каждый элемент там объясняется. Здесь никакого объяснения нет. Дальше рассказывается о том, как было двое евнухов. Имена их названы. Гавафа и Фара. Эти два евнуха составили заговор против царя. Тогда Мардахей этот заговор раскрыл, донес царю, и этих двух евнухов казнили. И, значит, после этого события Мардахей стал служить во дворце. И также здесь говорится, что был Аман, который назван Вугиянином. И это можно понять, что он был потомком Агага, амаликитянином, значит. На этом заканчивается и переходит уже к канонической части. Хочется сказать следующее, что точно так же история рассказывается, но она находится уже в канонической части, перечисляются те же имена, те же события. Но это происходит в другое время. И немножечко разные результаты, потому что в неканоническом дополнении Мардахея наградили, в неканонической части не награждают его. Ну и происходит это в разное время. На второй год или на седьмой. Хорошо. Значит, дополнение Б, оно находится в третьей главе. И там рассказывается о указе персидского царя против евреев. Говорится о том, что среди всех народов живет один народ, который там отличается особой злобностью. И если этот народ уничтожить, то все будет хорошо. Ну и указывается время, когда это должно произойти. В месяц Адар это февраль-март. Следующее дополнение находится в четвертой главе. И есть предисловие к этому дополнению в канонической части. Говорится о том, что эсфирь просит евреев поститься за нее. И в неканонической части идут дополнения, как две молитвы. Одну молитву произносит Мардахей, другую молитву произносит эсфирь. Молитва Мардахея начинается с прославления Божьего всемогущества. Нынешнее бедственное положение евреев связано не с их грехами, а с нежеланием Мардахея поклоняться Аману. При этом объясняется, что здесь не имеется никакого высокомерия. Он объясняет так, что он хотел поклоняться только Богу, но не хотел воздавать божественные почести для человека, тем более язычника. Здесь очень интересно, что если мы обратимся к истории, которая рассказывается в допленном иудаизме, то там воздавали честь любому дворянину, язычнику или иудею. А вот после плена сложилось вот это отношение, что не воздавать честь языческим правителям. Однако Мардахей продолжает и говорит, что вообще вот этот повод, то, что он не будет поклоняться Мардахею, не будет поклоняться Аману, это был бы только повод для того, чтобы истребить евреев. И Мардахей просит, чтобы Господь спас его народ. Он обещает, что Бог будет прославляем, и при этом подчеркивает, что Бога могут хвалить только живые. И это такая форма, которая встречается в псалтире, потому что действительно неоднократно псалмопевцы говорят, что не мертвые будут прославлять Господа. С молитвой Мардахея, естественно, связана молитва Исфирь. Рассказывается о том, что Исфирь сняла царскую одежду, одела траурную одежду, одежду скорби и поста. Подобно тому, как евреи были спасены из египетского плена, Исфирь просит спасти Божий народ. При этом Исфирь рассказывает о себе, что она не хотела быть царицей, что она гнушается вот этой царской жизни, что она старается сохранить истинную веру, она даже гнушается ложа, она гнушается короны, она не ест идоложертвенную пищу, то есть она живет богочестивой жизнью. Об этом, кстати, не сказано в канонической части. Она просит, чтобы Бог помог ей, ну и, соответственно, помог еврейскому народу. Помог в чем? Прийти к царю, потому что царь уже не приглашает Исфирь к себе, и она не знает, как к нему подойти, потому что книга Исфирь в канонической части объясняет, что если кто-то войдет в кабинет царю без разрешения царя, то его казнят. Дополнение Д, оно находится в пятой главе, рассказывает о том, как Исфирь пошла к царю. Значит, она сняла вот эти одежды траурные, одежды молитвы, одела царскую одежду, взяла двух служанок, и с этими двумя служанками пошла. Ее лицо сияло, а сердце дрожало. При этом одна служанка несла вуаль за ней, а на вторую она опиралась. В нашем переводе написано, что она шла, и на лице у нее было как изображение полной неги. Имеется в виду, что когда она входила к царю, она изобразила из себя что-то. И такое вот сильное женское желание к царю. Когда она вошла к царю, она упала, упала в обморок, тут все засуетились, ее подняли, и когда она пришла в себя, она посмотрела на царя и сказала, когда я видела тебя, я как будто видела ангела Божьего. Здесь тоже такая интересная особенность. В Священном Писании иудейские цари иногда сравниваются с ангелами, но никогда это не делается с язычниками. При этом, знаете, до этого Эсфирь рассказывала, как она гнушается язычество персидского, и в то же время здесь она использует такое выражение. Явно здесь какая-то, может быть, даже хитрость со стороны Эсфири. Следующее дополнение. Я, естественно, не рассказываю, что происходит в канонической части, потому что наверняка вы читали, наверняка знаете, о чем там речь идет. Царь издает новый указ. Этот текст, этого указа, не приводится в канонической части, зато он приводится в дополнение Е. И, значит, что здесь интересно? Значит, царь обвиняет Амана в нелояльности. Он говорит, что Аман хотел погубить царя, а царство, царство передать македонянам. И здесь, скажется, уже Аман называется македонянином, в отличие от канонической части, где он называется амаликитянином. Он называется македонянином. И здесь, как бы, такой намек на время написания, потому что явно это указание на времена, когда персидской державе угрожали македоняне, греки. В этом указе царь снимает с евреев подозрений в нелояльности. И говорится о том, что было сделано с Аманом. У нас приведено, что он был повешен. Если посмотреть на греческие тексты, там все-таки стоит распят. Также указано, что были казнены его сыновья. И заканчивается тем, что царь повелевает праздновать Пурим. Вот праздник в честь освобождения евреев от истребления. Кстати, что интересно, что в канонической части инициаторами этого праздника выступают мардахи и просто иудеи. То есть, никакого царя. Ну и последнее дополнение, оно находится в 10 главе, то есть, в самом конце. рассказывается, что означает сон. Значит, маленький источник, который превращается в большую реку, это Исфирь. Потому что царь взял ее, маленький источник, и превратил реку, сделал ее царицей. Свет и солнце, которое там появляется после тьмы, это спасение, которое Исфирь принесла евреям. Два змея, это Мардыхай и Аман. Ну и, соответственно, народ божий, это Израиль. Люди тщеславные, народ тщеславный, это враги евреев. Ну и в самом-самом конце книги есть небольшой колофон, то есть, приписка, в которой говорится, что вот эта книга была принесена в Александрию, называется царь и царица, кто это сделал, при которых это сделали, называются люди, кто это сделал, ну и объясняется предписание о празднике Пури. Все. На этом заканчивается дополнение, их, как вы понимаете, несколько, они разбросаны по всей книге. Давайте теперь попробуем определить, кто написал эти дополнения. Авторство этих дополнений не указано. Единственные имена, которые связаны с этими дополнениями, это вот Лисимах, сын Птоломея. Однако это ничего не говорит, кроме того, что, скорее всего, это был сильно эллинизированный иудей, потому что имя Лисимах и имя Птолемей это греческие имена. Понятно, что раз отец и сын названы такими греческими именами, то эти люди глубоко эллинизированы. Когда были написаны эти дополнения? Если эти дополнения написаны отдельно от этой книги, то можно предположить, что они написаны во времена македонского нашествия, завоевания Александра Македонского или даже чуть позже, когда евреи начали говорить на греческом языке, когда они подверглись процессу эллинизации. Также датировать книгу можно через вот этот колофон, в котором указаны царь Птолемей и царица Клеопатра. Но дело в том, что практически каждый царь, который восходил на престол, он брал на себе имя Птолемей, и многие из них были женаты на женщинах, которые носили имя Клеопатра. Поэтому там разброс то, кто это был, очень-очень большой. Речь идет от 170-го года до Рождества Христова и заканчивая там 70-ми годами до Рождества Христова. То есть разброс очень большой. Поэтому действительно определить мы можем только очень-очень приблизительно. далее следующий вопрос это язык, на котором это было составлено. До нас все эти дополнения дошли на греческом языке. Ну и многие исследователи так и считают, что они действительно были написаны на греческом языке. Но однако есть и другие мнения. Некоторые исследователи считают, что часть дополнений действительно была написана на греческом языке, а часть была написана сначала на еврейском или арамейском языке, а затем они были переведены на греческий, подлинники пропали, и остался только греческий текст. Есть совсем оригинальная точка зрения, которая говорит следующее, что первоначально существовала книга Исфери вот именно в том объеме, в котором мы знаем, с неканоническими дополнениями. Затем она была сокращена, и получилось вот то, что мы называем канонической книгой Исфери. Когда это было, почему это было, никто об этом не говорит. Хорошо, значит, теперь как все это до нас дошло. Дошло действительно в греческом тексте, но вот эти истории, которые здесь указаны, они еще сохранились у Иосифа Флавия, что свидетельствует о знакомстве евреев с этими неканоническими дополнениями, хотя у Иосифа Флавия приводятся еще дополнительные сведения. Я уже говорил о том, что блаженный Ираним Стридонский переводил эту книгу, разделяя ее, указывая сначала каноническую часть, потом неканоническую, но он считал эту книгу канонической. Что еще интересно? Значит, в 20 веке католические библеисты сделали новый перевод Ветхого Завета и расположили главы этой книги так, как они расположены у нас и у греков. Святые отцы достаточно редко обращались к этой книге, потому что, во-первых, они считали, что она понятна, действительно, там больших сложностей нет. Во-вторых, некоторые святые отцы сомневались в каноничности этой книги и поэтому ее не толковали. Западные авторы в каноничности этой книги не сомневались и действительно составляли на нее комментарии, хотя не очень большие, и чаще всего они толковали аллегорически, считая, что Иосифирь — это прообраз церкви. Начиная с Лютера, неканонические дополнения отвергались. Более того, сам Лютер даже сомневался в каноничности этой книги. Возможно, это было обусловлено его антисемитизмом. На русском языке есть только одно исследование этой книги, такое достаточно большое. Написано оно протоиерем Иоанном Рождественским, но, к сожалению, оно в основном касается только текстологии. Есть, конечно, комментарии в «Толковой Библии», есть очень хорошая статья в «Православной энциклопедии», но вот хорошего или глубокого исследования еще нужно написать. Возможно, вы обратили внимание, что у меня на столе лежит не только Библия, но еще одна книга, и я бы хотел ее вам показать, потому что эту книгу написал я, и она посвящена как раз неканоническим книгам и неканоническим дополнением. И если вы хотите узнать еще больше о неканонических дополнениях, то посмотрите, пожалуйста, на эту книгу, и если вы хотите, то вы можете ее купить и узнать еще больше. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Тобыкин, мы с вами были на портале exeget.ru, и мы с вами говорили о неканонических дополнениях в книгу Эсфирь. Спасибо за внимание, всего доброго. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.